Фантастически наглые мошенницы из турфирмы вынесен приговор. Впервые о Наталье Кокаревой и ее турфирме «Меридиан» мы рассказали еще в 2019 году. Она брала с людей деньги на путевки, но деньги просто присваивала себе, люди никуда не улетали. А если улетали, то оказывалось, что никакой гостиницы для них не забронировано, никто их не ждет. Пострадали десятки человек. В 2019 году они добились возбуждения уголовного дела. Но это лишь позволило Наталье Кокаревой выйти на новый уровень обмана. Ее никто не задерживал, и она открыла новую турфирму «Море солнца». И не только обманывала людей с турпоездками по старой схеме, но и освоила новую, стала оформлять на клиентов, микрозаймы. Получив доступ к их документам, она брала микрозаймы через интернет в конторах Архангельска. Клиентам стали массово поступать требования вернуть эти деньги из Архангельска, и тут все всплыло. И вот Наталье Кокаревой был вынесен приговор за мошенничество с турпутевками. Перед вынесением приговора она чувствовала себя довольно уверенно. Скажите, пожалуйста, где деньги, которые вы получали за путевки от своих клиентов? Вы делаете что-то? Вы можете нам пояснить, на что вы деньги потратили? Вам отдала. Почему вы продавали путевки, а по факту не предоставляли никаких услуг? Вы дел читали из 38 эпизода, 30 субтевшек. Дел почитаете, девушка. Люди остались без денег и без путевок. Не создавая видимость добросовестного участника гражданскоправовых отношений, помещение туристического агентства подготавливало договор о реализации туристических продуктов, принимало оплату за туристические продукты в полном объеме, но при этом фактически тур не бронировала, не оплачивала, денежные средства в кассу не вносила, а присваивала их себе. Что за история с микрозаймами была? Почему вы оформляли на своих клиентов микрокредиты? Зачем вы на своих клиентов оформляли микрокредиты? Девушка, я говорю с человеком, вы видите, нет? Вы деньги собираетесь возвращать? Девушка, молчите, пожалуйста. В общей сумме ею было похищено свыше 2 миллионов рублей. Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме. В окроме Наталья Андреевна признать виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных в части 3 ст. 159 УК РФ и 31 преступлений, предусмотренных в части 2 ст. 159 УК РФ, назначительный наказанный. В виде лишения свободы в 45 лет с отбыванием назначенного наказания с проектной колонии общего режима. Будете ли обжаловать? Конечно. Как решение ситуации оцениваете? Строго. Как собираетесь возвращать людям деньги за испорченный, не составившийся отдых? Ну, на двойке это работа, будут получать окладки 100 рублей, будут распределять между ними. Уже долго? Ну, что же, я тоже без денег, извините. У вас нет денег? Нет. Куда вы их потратили? Не знаю. Как-то не знаете? Ну, уж с людей деньги брали, люди по путевке никуда не ездили. Я правда раскаиваюсь, деньги будут возвращены, не знаю, когда до конца жизни я был. Что это за история с микрозаймами? Я пока не могу ответить. Теперь все в моем желании, чисто физическом. Но это вы брали микрозаймы на людей? Не знаю. Я не хочу по этому поводу сейчас разговаривать. Дайте я в себя немножко приду. У меня 5 лет тоже, ну, многовато. Она этого заслуживает. А уж по сроку, как бы 5 лет, я думаю, что это еще только начало. Все, как вам следует. Кстати, на следующей неделе Наталью Кокареву снова доставят в суд. Начнется второй судебный процесс, на этот раз за мошенничество с микрокредитами. Продолжение следует...